Здравствуйте! Это программа по существу. Меня зовут Оксана Очкасова. И сегодня мы с вами поговорим о туризме. Внутренний туризм в России развивается как никогда. Потому что в связи с разными обстоятельствами экономическими народу становится все сложнее выезжать за границу. И, честно говоря, и в России есть что посмотреть, а особенно есть что посмотреть детям. Мои сегодняшние гости знают про туризм очень много и могут нам многое рассказать о новых проектах, которые происходят в том числе и на территории Чувашской Республики. Сегодня в нашей студии Татьяна Сергеевна Козловская, руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Мостурпул, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве России. Людмила Валентиновна Сафонова, эксперт Росстандарта по сертификации туристских услуг и услуг средств размещения Горта Екатеринбург. Добрый день. Добрый. И Артем Александрович Козловский, исполнительный директор группы туристических компаний Интерс. Здравствуйте. Ну что, наверное, к Татьяне Сергеевне первый вопрос у меня будет. Вы не первый раз уже приехали в Чувашию и начинаем обсуждать детский туризм, детский образовательный туризм. И вот первое, что приходит сейчас, это ваш новый проект под названием «Живые уроки». Вот немножко поподробнее, может быть, о нем. Ну, действительно, проект очень интересный, потому что мы всегда, когда открываем новые проекты, так скажем, по существу, открываем новую страничку в развитии туризма. И в данном случае Чувашия представляет собой достаточно серьезный туристический потенциал и именно для детей. Почему? Потому что, во-первых, это национальная традиция, которую, конечно же, необходимо сохранять и передавать в следующее поколение. Это история. Причем история достаточно глубокая, потому что здесь несколько слоев буквально. То есть сразу всем приходит действительно на память. Это Иван Грозный, это середина XVI века, это завоевание, так скажем, с помощью Чувашии, завоевание Казани. То есть Свияжск был построен именно вот как раз с этих позиций. Ну и, конечно же, очень интересная и природа, и это Волга прежде всего, да. И промышленный туризм здесь тоже очень интересный, особенно для детей. Это гидроэлектростанция, которая вырабатывает энергию, да. То есть дети это могут вот просто видеть. Физикой живьем, да, то, что это называется. Поэтому, конечно же, вот то, что можно живьем увидеть, то, что детям действительно запоминается, да, и более того, не просто запоминается, но еще и приносит пользу именно в образовательном отношении. Поэтому вот как раз живые уроки, они очень ценные, не просто как культурно-познавательный туризм, а именно с точки зрения образования. Насколько сейчас это развито вообще в России, и есть ли подобные примеры уже в каких-то регионах, кроме нашей? Вы знаете, на самом деле, это проект новый. Буквально в декабре прошлого года уже теперь были заключены соглашения. Это с правительством Свердловской области, с правительством Республики Хакасия и с Чувашской республикой. Это как пилотный проект на сегодняшний день рассматривается. Поэтому, конечно же, мы много будем работать в тестовом режиме, в том числе и со школами Чуваши, в том числе и с директорами школ, в том числе и с образовательными учреждениями и, конечно же, с туроператорами. Ну и здесь, конечно, очень большую роль играют музеи. В данном случае, буквально сегодня у нас будет совещание как раз образование, культура и туризм. Вот такая вот серьезная очень связка, которая должна принести результаты, прежде всего, нашим детям. Людмила Валентиновна, вопрос к вам. То есть вы занимаетесь как раз-таки сертификацией, выработкой правил, наверное, назовем это для туриндустрии. Есть ли какие-то особые правила, связанные с детьми? Конечно. У нас в Российской Федерации есть основной нормативный документ. Это национальный стандарт по детскому и юношескому туризму. И вот задача взрослых, на мой взгляд, как раз и заключается в том, чтобы каждому ребенку-путешественнику на маршруте было безопасно, интересно, естественно. Ну и, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы все маршруты, которые разработаны для детей в рамках проекта «Живые уроки», были безопасны в транспортном отношении, безопасны с точки зрения, так скажем, безопасности жизни в отношении санитарно-гигиенических норм, ну и так далее, и так далее. Здесь большая работа для взрослых, чтобы и объекты туристских посещений были, так скажем, в соответствии со стандартами, и предприятия, которые оказывают услуги питания. И, конечно же, здесь, я думаю, большое значение имеют и те объекты, музеи, какие-то выставочные комплексы, куда мы возим детей. Они должны быть оборудованы с точки зрения безопасности, стоянок, парковок, ну и так далее, всех необходимых атрибутов для путешествия. Вот наша задача в этом. На чем, в первую очередь, дети ездят в туристические вот такие поездки? Это автобусы, это самолеты, это поезда? Ну, дети путешествуют, на самом деле, и на самолеты, и на автобусе. В зависимости от длительности, да? Если мы говорим про живые уроки, то это чаще всего автобусы. Автобусы есть, конечно, и пешие экскурсии, без этого никуда. Это зависит от того, какой объем путешествия по времени. Если мы говорим об экскурсиях, то экскурсия – это всегда до 24 часов путешествия. И поэтому в рамках 24 часов, это, конечно, может быть у нас в первую очередь автобусное путешествие, может быть путешествие по реке, потому что мы с вами находимся у Великой реки, и экскурсия может быть и на речных трамвайчиках. Поэтому, конечно, безопасность транспорта, путешествия, может быть, на велосипедах, путешествия, может быть, я не знаю. Но новые технологии СИГУ выявляем. Конечно, конечно. Поэтому вот наша задача – просмотреть предварительно, что предлагается в продукте, в экскурсионном, ну и, соответственно, обеспечить эту безопасность. Ну и более того, я хотела бы добавить, конечно, наша страна по своим размерам, она огромна, да? И поэтому как бы ни автобусом не объедешь, ни пешком не обойдешь. Понятно, что когда это дальние регионы, а в данном случае у нас, например, республика Хакасия – это вообще Восточная Сибирь, да? Соответственно, конечно же, это и самолеты, это и поезд прежде всего, вот до места, где будут проводиться экскурсии. Ну и хочу сказать, что Координационным советом по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации проведена очень большая работа, в частности, Ольга Юрьевна Голодец здесь большую роль сыграла. И мы очень надеемся, что впервые в этом году летний период детям разрешат все-таки путешествовать за 50%, так как это делается в течение учебного года. Пока это, конечно, еще утверждение окончательного не получило, но работа в этом направлении ведется. Ну, это был бы хороший стимул, да, для внутреннего именно детского туризма, потому что когда как не в каникулы ездить. Конечно, потому что передвижение в каникулы, конечно же, усиливается. Это и детские лагеря, да, это и родители семьи едут отдыхать, ну и экскурсионка тоже, конечно, в этом году, наверное, будет очень востребована. Очень надеемся на это. Ну, я думаю, что совместными усилиями мы в любом случае сделаем это востребованно. Артем Александрович, а как туроператор, да, то есть как люди, которые составляют маршрут и в первую очередь за них отвечают, что должно быть в маршруте, чтобы детям было интересно, как вот выстроены все эти живые уроки? Ну, дело в том, что обязательно маршрут должен быть построен правильно логистически, то есть чтобы не было никаких накладок, чтобы дети доехали из пункта, условно говоря, из пункта А в пункт Б в целости и сохранности, то есть это вопросы безопасности, это вопросы интереса программы. Дело в том, что не во всех регионах в данный момент готова база для того, чтобы программы были действительно интересны для детей. Сейчас дети во многом уже имеют очень большой опыт поездок за рубеж, где технологии очень хорошо развиты, и где ребенок, его внимание, оно приковано к аниматорам, к каким-то объектам полностью на 100%. Сейчас в России, к сожалению, не все дестинации готовы похвастаться примерно аналогичными качествами по привлечению внимания аудитории, прежде всего детской аудитории. Поэтому это должен быть действительно интересный продукт сам по себе, который во многом интерактивный и который бы мог приковать ребенка от начала тура и до конца. Ну и, конечно же, это образовательная составляющая и познавательная составляющая. То есть обязательно ребенок по окончанию поездки должен для себя получить определенный дополнительный багаж знаний, в зависимости от того, какая это программа. Дисциплина, если мы говорим о школе, если это у нас же еще вторая составляющая, это экскурсионный туризм, поэтому задача номер два – это еще и познание ребенком собственной страны. Мы заложили в том числе и патриотическую составляющую в наши штуры. Мы считаем, что Россия очень великая страна, очень интересная. Мы, к сожалению, ничего пока в большинстве своем ничего не знаем. То есть наши дети зачастую больше знают о Париже, больше знают о Турции, о Египте, о курортах. Но, к сожалению… Красноярск, Новосибирск. Да, Красноярск, Новосибирск, по Волже. У нас очень много интересных мест, которые при правильной организации процесса в состоянии конкурировать. И мы в состоянии добиться абсолютно точно таких же результатов по посещаемости. вопрос организации. И если все правильно будет сложено, то, собственно говоря, продукт найдет свою целевую аудиторию. И все те составляющие, которые заложены в проект «Живые уроки», все они будут реализованы, конечно же. Ну и в продолжении темы «Живых уроков» в марте в Чуваксарах пройдет конференция, да, как раз по детскому образовательному туризму. Вот давайте немножко поподробнее про нее. Кто эти люди, кто приедут сюда, да, и что будет в рамках этой конференции происходить? Да, 17-18 марта состоится конференция как раз по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки. Взаимодействие образовательных учреждений и туроператоров». То есть это, так скажем, два центральных направления, которые объединяют, чтобы детям было хорошо, интересно, комфортно и познавательно. Поэтому, почему мы выбрали Чебаксары? Во-первых, Чебаксары очень удачно расположены. Все-таки это практически центр России, да? Далее, здесь очень интересно логистически связать не просто, только показываем Чувашу и Чебаксары, да? У нас на расстоянии 100 километров Йошкар-Ала, на расстоянии 150 километров это Казань, да? То есть практически, если мы говорим даже вот о Европе, да, то есть там именно вот таким образом расположены страны, да? А у нас это республики. То есть практически три страны в одном туре мы можем объединить совершенно легко. И более того, это действительно интересно, да? Это разные культуры. Пусть мы все, действительно, мы все чем-то похожи, но это тем не менее разные направления. Вот. И кто приедет? То есть мы в рамках сейчас конференции объединили несколько направлений. Ну, потому что она первая, да, потому что все хочется, всегда хочется объять необъятное, да? То есть в рамках этой конференции пройдет, как сама конференция, да, пленарное заседание, пройдут еще три секции, три круглых стола. Это секция по гуманитарным дисциплинам, то есть с жесткой привязкой именно к урокам, да? Вторая секция – это естественно-научные дисциплины. И третья – это секция детской дипломатии. Ну, надеемся, она самая интересная, потому что, во-первых, мы сейчас туда приглашаем иностранных участников. И это, конечно, такая вот объединяющая тема, которая может как национальности наши российские объединить, да, так и разные страны и государства. Поэтому здесь у нас будет такая хорошая аудитория представлена. Вот, ну, и мы, когда первый раз приезжали, мы объехали музеи, которые есть в Чувашии, да? Ну, нашли даже китайский след музея Бичурина. Да, 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 есть у нас. Вот, поэтому здесь, конечно, вот все складывается. Затем мы проводим рекламно-информационный тур для туроператоров России. И, в частности, когда вот я просто в телефонном разговоре, допустим, заикнулась об этом, да, у нас уже очень Бурятия заинтересовалась, да. Это очень здорово. Понятно, что здесь будет присутствовать Волга, потому что эти все регионы рядом. Ну, понятно, что это будет Мостурпул, это туроператоры Москвы приедут сюда. Ну, и надеемся, что здесь будет очень хорошая дискуссионная площадка. О развитии этого направления живые уроки. Ну, и круглые столы, они обязательно будут с присутствием директоров школ, преподавателей-предметников. И вот это как раз нам и нужно, да, вот это взаимодействие образовательных учреждений и туроператоров, потому что это все равно разные ведомства, разные направления. И вот наша задача выработать алгоритм взаимодействия вот этих двух направлений. Да, тем более, что, опять же, по стандарту образовательному сейчас, помимо уроков, которые проходят в школе, должны быть уроки на открытых площадках, которые, собственно говоря, закрывают проект живые уроки. Да, да, да. Потому что экскурсия сейчас стала, в общем-то, действительно уроками, да, то есть по новым стандартам, по новому закону об образовании. Ну, это прикладная часть, да, то есть если то, что говорил о том, Саныч, детям нужно щупать, трогать, да, то есть они уже не готовы к восприятию просто информации, как это было там с прошлым поколением, с предыдущим, да, с позапрошлым поколением. То есть нужен какой-то интерактив, и вот в данном случае, то есть опять же, живые уроки, они же делаются прям по параграфам учебников, да, то есть они прям привязываются к образовательной программе. То есть берется тема, действительно, и она как бы такая вот раскрывается во время уроков. Да, и, конечно, ребенок намного лучше узнает историю Ивана Грозного, побывав в месте, где он там что-нибудь кидал или что-то делал, да, и пройдя квест какой-то, ну, мне кажется, что квесты как раз это вот та тема развития, которая может быть в том числе и по музеям, да, чтобы пощупать, найти самому что-то, отыскать и сделать из этого какие-то выводы. Да, и поэтому пройдет в рамках конференции, так мы назвали его условно, музейный марафон, когда именно в музеях будут показаны мастер-классы с участием детей, с участием учителей, с участием экскурсоводов, туроператоров и музейных сотрудников, именно разные формы работы с детьми. Это будут и квесты, это будет и просто экскурсия, это будут какие-то конкурсы, викторины и так далее. То есть дети будут вовлечены вот в этот процесс, ну, так называемой интерактивной экскурсии. Какие музеи у нас в Чебоксаро входит вот в этот вот базовый пул, назовем их музею? Ну, я хочу сказать, что мы сегодня окончательно отберем музей, да, но на сегодняшний день, конечно же, Чувашский национальный музей, да, он, так скажем, это исторический, география там и много всего, и национальное богатство представлено. Конечно, надеемся, что войдет музей Чапаева, потому что Чапаев все-таки это легендарная личность для России. К сожалению, новое поколение с ней не так знакомо, но надеемся, что мы все-таки это направление тоже... Посидев на Татьянке с пулевета, мне кажется, наверняка и новое поколение тоже проникнется Чапаеву. Вот, обязательно будет представлен музей Николаева в Шоршилах. На сегодняшний день, наверное, это самый продвинутый музей. Затем музей вышивки будет, мастер-класс показан. Может быть, у нас дети повышивают, может, мы сами попробуем это сделать, потому что двусторонняя вышивка – это тоже, так скажем, национальная черта, да? Ну и все. Тема купечества тоже. Тема купечества, да, то есть это тоже как бы вот оно, такой пласт исторический. Ну что ж, я вам желаю огромных успехов, на самом деле, на этом нелегком поприще, но мне кажется, что все получится с помощью правительства, с помощью регионов, которые с удовольствием входят в эту программу. Я думаю, что Чувашия сделает все для того, чтобы показать себя во всей красе. Сами начали ездить даже мы по Чувашии для того, чтобы посмотреть, да, что у нас есть интересного. Это самое главное. Вот, и здесь через детей, мне кажется, и взрослые потянутся, потому что во внутреннем туризме, ну правда, огромный потенциал, да, чтобы мы все-таки ездили по территории России и охватывали необъятные просторы нашей Родины, потому что есть, правда, и природа, да, и реки, и горы, и озера, и все что угодно. Ну что ж, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «По существу». Меня зовут Оксана Очкасова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»